И к первой теме. Алроса продолжит вкладывать средства в социальное развитие Миринского района. Это во время форума «Хозактив-2021» подтвердил Сергей Иванов, генеральный директор компании «Алроса». В Миринском районе пройдет ряд масштабных социальных реформ. В первую очередь изменения коснутся медицины. Компания в ближайшие годы направит более миллиарда рублей на реформирование здравоохранения в районе. В этом году направит 200 миллионов. Капитальный ремонт ждет медучреждения в Алмазном, Светлом, Тосюряхе и Сюльдюкаре. Преобразят на эти средства лечебные корпусы с поликлиниками в Айхале и Удачном. А вот основные изменения коснутся Миринской районной больницы. А именно здания взрослой поликлиники. Строители заменят фасад женской консультации и родильного отделения. Откроют в Алмазной столице травматологические и урологические центры. Здесь медики смогут оказывать высокотехнологичную медпомощь. В травматологическом центре у нас будет замена суставов. Это мы будем делать уже в ближайшие годы. Мы своего травматолога уже направили на учение, на обучение. И также наши урологи, они оказывают и вообще уже делают операции на уровне высокотехнологической медицинской помощи. Продолжит Алроса и строительство культурных и социальных объектов в Миринском районе. Это дворец детства. Компания выделила 230 миллионов рублей. Также средства направили на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Верхнем Мунском и спортивный зал в Накыне. Внимание уделят и школьникам. Со следующего года почти 6 тысяч учеников с 5 по 11 классы будут получать бесплатные завтраки. Алроса готова ежегодно выделять по 100 миллионов рублей. Со следующего года сотрудники дочерних предприятий смогут пользоваться ежегодным бесплатным проездом. Дополнительную дорогу за счет Алроса получат и более 3 тысяч работников муниципальной системы образования, здравоохранения и детских садов. Еще 780 миллионов компания выделит на инфраструктуру района, жилье и автодороги.